День рождения первенца отметили на Камчатке. Такое имя города носит гейзер, обнаруженный на полуострове в апреле 1941 года. Именно это историческое событие стало предвестником одного из величайших географических открытий – долина реки Гейзерной, жемчужина Камчатки и сердце Кранотского заповедника. Долина Гейзеров появилась в узлом гейзерной кальдере. И сама кальдера появилась 40 тысяч лет назад. И она стала заполняться туфами и термальными водами. Когда она переполнилась, река Шумная прорвала ее стенку и стала прорезать каньон. Когда подошва каньона дошла до термального бассейна, появились гейзеры. Долина – уникальный природный объект. Это единственное такое поле в мире, где ни один гейзер не прекратил существование по вине человека. Естественные процессы идут своим чередом, появляются и исчезают термальные источники. В долине раньше, чем в окружающих горах, тает снег. Там находят первую свежую зелень медведя, птицы выводят птенцов на прогретой почве. Начиная с 2007 года измеряем температуру на дне каналов гейзеров и выяснили, что температура там на 4-5 градусов ниже температуры кипения. Ну, представьте себе, кастрюля у вас на плите должна закипеть при 100 градусах, а она закипает при 95. То же самое и в гейзере. На компактной площади расположено около 60 гейзеров. А это в два раза превышает число действующих вулканов, разбросанных по всей Камчатке. Ученые отмечают, долина реки гейзерной – истинное богатство. Поэтому на сотрудниках заповедника огромная ответственность за сохранение этой уязвимой, но прекрасной жемчужиной.